МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4 Гомель. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Выбирая будущее, к проведению голосования в регионе готовы все избирательные участки. Продовольственная безопасность и выгодное направление экспорта. Как изменились подходы к повышению эффективности животноводства? Такая есть только у нас. Гомельская поликлиника – новый стандарт для здравоохранения всей страны. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. Ровно через неделю в стране пройдут выборы президента Республики Беларусь. В Гомельской области для голосования готовы 997 участков. Свои двери для избирателей они откроют уже 4 августа, когда в Республике начнется досрочное голосование. Гомельщина за неделю до выборов в материале наших корреспондентов. В дни досрочного голосования режим работы участков с 10 до 14 часов и с 16 до 19. На прошедшей неделе их готовность оценили на заседании областной избирательной комиссии. Здесь все задействованы в подготовке службы. Каких-либо значимых недостатков зафиксировано не было. 27 числа состоялось очередное заседание Гомельской областной избирательной комиссии. был рассмотрен вопрос, основной вопрос, это готовность участков для досрочного голосования, которое начнется с 4 августа до следующей недели. Были выслушаны доклады всех необходимых служб, которые занимаются именно проверкой участков, дают свои заключения, это МЧС, милиция и Белтелеком. Все доклады были неплохие, удовлетворили областную комиссию. Я могу заявить, что все участки 100% готовы для проведения досрочного голосования. Участок для голосования номер 16 в Гомеле находится в здании областного объединения профсоюзов. На стенде программы всех кандидатов в президенты, на столике рядом, имеющие отношение к избирательной кампании, законодательные акты. Готовые кабинки для голосования. Сейчас здесь малолюдно, однако в день выборов появятся рабочие места для членов комиссии, которые будут регистрировать избирателей. Предусмотрены также места для медиков и наблюдателей. В правом углу, который чуть подальше стенда находится, будет располагаться скорая помощь. В случае, если в этом будет необходимость. А за моей спиной в углу будут располагаться наблюдатели. Согласно решению ЦИК, на этапе досрочного голосования это будет 3 человека. И в день основных выборов 5. Для каждого наблюдателя будет свое индивидуальное место, у него будет свой стол, стул. И в связи с эпидемиологической ситуацией будут находиться они друг от друга на расстоянии около полутора метров. Уже традиционно особое внимание создание условий для людей с ограниченными возможностями. Этот вопрос тоже на постоянном контроле членов областной и участковых комиссий. К сожалению, разместить все избирательные участки исключительно на первых этажах зданий получается не везде. Любой участок, находящийся на территории Гомельской области, будет обеспечен необходимым минимумом для предоставления любому граждану, в том числе с ограниченными способностями, для голосования. Где-то это постоянно установлены пантусы именно в здании. Где-то это будет временно изготовлено и уже изготовлено, готово для принятия такой категории граждан. А где технически это невозможно, будет работа волонтера. В принципе, пример прошлые выборы, парламентские выборы, где обеспечены были все желающие приехать на участок, ну а кто не желает, голосование на дому в основной день. В агрогородке Коротковичи какой-то излишней политизированности в связи с предстоящими выборами нет. Люди заняты своими делами, благо в летний период их хватает. На полях сельскохозяйственного предприятия Агрокоротковичи продолжается уборка зерновых. Урожай в этом году хороший, теперь нужно убрать его без потерь. Впрочем, сделать небольшой перерыв здесь планируют практически все механизаторы и водители. Произойдет это в дни досрочного голосования или непосредственно 9 августа, значения не имеет. Уже традиционный участок для голосования в агрогородке находится в здании местного дома культуры. Пока он был открыт 2 часа в день, время для ознакомления со списками избирателей. В основной день выборов, как и везде, избирательный участок будет работать с 8 до 20.00. Причем уже сейчас в участковой комиссии проработали варианты подвоза людей из отдаленных и малочисленных деревень. Необходимый транспорт предоставят отдел образования и сельхозпредприятия. От хозяйства выделена техника, автобус организован на подвоз избирателей. Кто желает проголосовать на дому, выезжаем на дом. А все остальные подъезжают к нам на участок и голосуют на участке. Олег Сенчуров, Дмитрий Котов, Валерий Гопанько. Новости недели. Вы смотрите Новости недели на телеканале Беларусь 4 Гомели. Мы говорим о главных событиях, уходящих 7 дней. Программа продолжит обзор от службы информации. Новости недели. Это традиционная фестивальная площадка, которая превратилась в историко-этнографический музей под открытым небом. Представители 8 районов Гомельской области и 3 Брестского региона готовят презентационные подворья. Под традицией на праздники назовут имена представителей Гомельской и Брестской областей, удостоенных специального звания «Гоноровый полешук». Выберут также прохожуню по лесу. Среди особенностей зоополесия этого года – Мозырский экономический форум, один из дней которого пройдет на фестивальной площадке. По предварительным данным, участие в форуме подтвердили делегации из 15 стран. Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Юрий Назаров посетил Добружский завод по изготовлению картона. Объект является одним из важнейших для белорусской промышленности. Руководство завода уверяет, работы идут в соответствии с графиком. Ничто не мешает запуску основного производства к концу года в пусконаладочном режиме. Поручение Юрия Назарова ускорить работу. Сотрудники должны обращать внимание на все мелочи, чтобы после ввода в эксплуатацию оборудования все структурные подразделения завода работали без сбоев. В начале осени пусковой комплекс должен быть готов к дальнейшей работе. Также необходимо наладить отношения со Светлогорским ЦКК по вопросу поставок сырья. Добружский завод планирует обеспечить рынок готовой продукцией в начале 2021 года. Портфель заказов уже формируется. На предприятии «Беларусьнефть Особина» по поручению президента Беларуси модернизирован комплекс из четырех птичников. Это позволило увеличить мощности по производству мяса птицы более чем в два раза. Реконструкция началась в феврале 2020 года и была завершена почти вдвое быстрее нормативного срока. В модернизированных птичниках предусмотрено клеточное содержание бройлеров. «Беларусьнефть Особина» — пример успешного сотрудничества сельскохозяйственного предприятия и государственной компании. С 2005 года производство мяса птицы тут увеличилось в пять раз. Инвестиции в сельское хозяйство — это развитие района и области в целом, новые рабочие места, достойная заработная плата, передовые технологии, рентабельность производства. Медицинских работников, задействованных в лечении пациентов с COVID-19, чествовали в Гомеле. Заслуженные награды получили десятки медработников из разных уголков региона. Первый заместитель, премьер-министра Беларуси Николай Снабков поблагодарил всех за работу в условиях пандемии. По его словам, время показало правильность принятых на государственном уровне решений и действий. Они позволили не расколоть общество, а продолжать жизнь и работу параллельно с борьбой с заболеванием. И благодаря усилиям врачей и медработников это получилось. Залогом успеха стала слаженная коллективная профессиональная работа всего медицинского сообщества, санитарной службы, практического звена. И надо отдать должное эффективному научно-методическому сопровождению, отметил Николай Снабков. В Гомельской области планируют обновлять автопарк для пассажироперевозок за счет электробусов. Об этом шла речь на встрече председателя Гомельского облсполкома Геннадия Соловья с коллективом филиала «Автобусный парк номер один». По словам губернатора, направления работы предприятий транспортной сферы изменяются и расширяются. В этом году значительные средства были направлены в здравоохранение, а другие отрасли ждет поддержка в следующем году. Актуальна тема обновления автопарка через новые виды транспорта и в первую очередь электробусы. Губернатор поздравил коллектив предприятия 60-летием, оценив вклад автобусного парка в жизнь региона. Зарплата до полутора тысяч рублей и гибкий график работы. Сегодня в некоторых сельхозпредприятиях Гомельской области животноводы являются той категорией специалистов, труд которых оплачивается достаточно высоко. Объясняется это просто. Производство молока – самое рентабельное в агропромышленном комплексе. Другое дело, что в ряде хозяйств цифры могли бы быть более значительными. Наши корреспонденты анализируют ситуацию. Сегодня безусловный лидер по производству молока – совхоз «Комбинат Заря» Мозырского района. В прошлом году на дуе здесь достигли 10 тысяч литров. Что это дает хозяйству, можно судить всего по двум цифрам. Рентабельность этой продукции превышает 50%, а ежемесячная выручка от ее реализации свыше 1 миллиона рублей. Это позволяет Заре не только выплачивать достойную зарплату, но и каждый месяц выдавать работникам бесплатные продуктовые наборы. Впрочем, зарплата у добросовестных работников в животноводстве высокой была всегда. С героем социалистического труда Константином Хлебцовым мы встретились в агрогородке Носовичи Добружского района. После школы он пришел на ферму местного племзавода, где со временем стал лучшим животноводом страны. Сегодня он вновь вспоминает то время и называет главные составляющие успеха. Тогда была более-менее лучшая дисциплина и заинтересованность. Если пришел человек работать в хозяйстве и добросовестно работает, то он знал, что получит и 13-ю, как у нас в племзаводе Носовичи, 13-е и 14-е, а потом придумали и 15-ю какую-то доплату. И мы по окончанию года, я лично получал где-то до полторы тысячи теми деньгами советскими. А что такое полторы тысячи? Это огромные деньги были. У нас коровы блестели, фостики мы мыли шампунью. Мы знали индивидуально каждого животного, как говорят, в лицо, ну, в морду, животных в морду. Вот, узнали. Каждая стояла на привязи. В каждой висел кличка, индивидуальный номер, суточный удой, контрольные дойки проводили. А теперь всё обезличено. Вот заходит оператор в доильную яму, узал доильный, он видит, что вымя, хвост и моги. Всё, он животного, он не привязывается к нему так, как мы были привязаны к каждому животному. Ну, здесь нагрузка побольше, здесь на каждого оператора в пределах 200 коров, 150-200. А тогда у нас было, когда я начинал работать, закрепление 25 коров было. Потом сделали 35, потом уже 50. Со временем на ферме установили молокопровод, и работать стало немного легче, уже не нужно было тягать ведра с молоком. На дое и без того были заметно выше республиканских – 6 и более тысяч килограммов молока от коровы за год. А у Константина Хлебцова – 7 749. Это был самый высокий показатель в республике. Хлебцов становится звеневым животноводов, работавших со стадом высокопродуктивных коров. Побеждает на районном, областном и республиканском конкурсах молодых мастеров машинного доения. Достойно представляет республику на Союзе. Годовая продуктивность из дойного стада в звене возросла до 12 тысяч килограммов в год. Его мастерство, настойчивость и самодачу оценили на государственном уровне, наградили орденом «Знак почета». Спустя некоторое время – орденом Ленина. В 1988-м к ним добавился еще один орден Ленина и золотая медаль «Серп и молот». Под продуктивность специально делались комбикорма. Комбикорма в последнее время, когда я работал оператором, спа такой делали, гранулированный. Привозили нам… Мы проблемы комбикормов вообще не знали, что такое. И я, когда был, жив Михаил Ильич Сидоронко, директор, так я к нему заходил у кабинета и говорил, просил, Михаил Ильич, дайте мне еще 50 грамм добавьте на литр молока, я вам дам прибавку 100 литров в день. Наличие качественных кормов в достаточном количестве сегодня, пожалуй, одна из главных проблем для ряда сельхозпредприятий региона. Можно ссылаться на засушливую погоду, и это тоже будет правдой. Однако правдой будет и то, что профессиональный уровень некоторых специалистов оставляет желать лучшего. Иначе трудно объяснить, как при одинаковых условиях практически соседние хозяйства могут получать разные результаты. Акционерное общество «Утьевское» в Добрском районе – одно из лучших. На всяком случае до 70% доходов хозяйства от реализации молока, которое к тому же сдается переработчикам только сортом «Экстра». Хозяйстве уверены, все дело в наличии качественных кормов и заинтересованных в конечном результате животноводов. Проблем у нас с дояркой нет, у нас работает молодежный коллектив, у них достойная заработная плата. Заработная плата в среднем составляет 1500-1600 рублей. Рабочий график у них, они работают, три дня работают, два дня отдыхают. На уходящей неделе председатель обл. исполкома встретился с коллективом Института радиобиологии. Учитывая профиль учреждения разговора о путях повышения эффективности сельскохозяйственной отрасли с помощью научных разработок, здесь есть резервы и немалые. В свое время в Институте разработали программное обеспечение для ведения экологически чистого сельскохозяйственного производства. Его использование позволяет увидеть реальную картину состояния земель и таким образом оптимизировать севооборот. Говоря простыми словами, выращивать культуры там, где они действительно растут. К сожалению, после апробации в одном из хозяйств области эта разработка так и осталась невостребованной, как и некоторые рекомендации по выращиванию новых перспективных кормовых культур. Всегда все земли пригодны для выращивания. Это мы должны учитывать. И кукуруза одна из приемлемых культур, которая была развиваться сегодня в этом направлении, в Гомельской области, 40 тысячи гектаров мы сеем и не снимаем эти с важности посева. Поэтому, конечно, мы должны учитывать и предложения, и те, которые научные, которые тенденции есть, наши институты мы должны учитывать. В первую очередь, поэтому мы это обратим внимание. Олег Сентюров, Максим Савин, Валерий Гопанько. Новости недели. Ближе к воде. Этим летом у рек и озер в разы больше отдыхающих. И дело не только в жаре. В связи с пандемией многие проводят долгожданный отпуск на родине. Все бы ничего, но если забывать про безопасность, отдых у водоема может закончиться трагедией. Как влиять на ситуацию и что зависит от каждого из нас? Интервью с председателем Гомельской областной организации «Освод» Павлом Новиком. Водоемы. Центры притяжения в знойные деньки. Они же объекты особой опасности. Вроде бы всем давно все понятно. Но как тогда объяснить достаточно большое количество реальных невыдуманных историй, случаев травмирования и даже смерти на воде? Анализ несчастных случаев на воде говорит о пренебрежении гражданами в мере личной безопасности. В нынешнем году, в связи с эпидемиологической обстановкой в мире, многие желающие не смогли выехать на отдых за границу. Если посмотреть предыдущие годы и нынешний год, то обстановка нынешнего лета, погодные условия благоприятствуют отдыху у воды. И посещаемость пляжей, а также мест, не предназначенных для отдыха у воды, существенно возросла. А значит и рисков больше? Соответственно, больше и рисков. А также анализ этих несчастных случаев говорит, что просто не соблюдаются правила элементарного безопасности поведения на воде. И ведь каждый действительно понимает, что такое хорошо, что такое плохо. Почему это элементарная лень? Это не лень, это опять же пренебрежениями. Каждый думает, что это с ним не случится. Что это где-то далеко, и с ним такое невозможно. Каждый считает, что я умею плавать, а сотрудники освода мне мешают заниматься плаванием, либо еще чем-то. Зачастую приходится сталкиваться не только с непониманием, а иногда и с агрессией, когда работники освода на пляже делают замечания о поведении, о том, что дети ваши находятся у воды, а вы заняты гаджетами своими. И приходится на самом деле сталкиваться с агрессией тех же родителей. Хорошо, что говорит статистика? Первая половина лета 2020, каким выдалось в плане травмирования? Ну, возьмем не в целом лето, а возьмем статистику с начала года, то на территории Гомельской области утонул уже 31 человек, в том числе один несовершеннолетний. Спасено 19 людей, и в том числе 6 несовершеннолетних. Если взять примеры, то вот буквально на прошлой неделе в Мозре на центральном пляже женщина взяла четверых малолетних детей, привела на пляж купаться. За всеми уследить не смогла. 9-летнего мальчика подхватило с течением, и он начал скрываться под водой. Рядом находился сотрудник освода, он незамедлительно прыгнул в воду, выдачил ребенка, оказал ему первую доврачебную помощь. Этот случай закончился хорошо. Не все случаи заканчиваются так же. В начале июня в деревне Маркаючи 14-летний ребенок пошел с другом на рыбалку, на озеро, которое запрещено для купания. Во время рыбалки он решил искупнуться. Проплыв в некоторое расстояние, он скрылся под водой. Спасателей рядом не оказалось. Естественно, этот водоем запрещен для купания, о чем там расставлены таблички. Говорят о том, что запрещено купание в данном водоеме. Павел Леонидович, какие наиболее распространенные ошибки совершают жители региона, отдыхая на пляжах? Самая главная ошибка – это купание в состоянии алкогольного опьянения. Из числа всех утонувших в этом году более 50% утонувших были в состоянии алкогольного опьянения. Ведь погода жаркая плюс алкоголь. При резком перепаде температуры, когда человек ныряет в воду, может произойти спазм сосудов, остановка сердца, судороги. Все это приводит к гибели человека. Грубыми ошибками является то, что недосмотр взрослыми за детьми. Опасные игры на водоемах, ныряние старзанок, трамплинов, подобных сооружений, отсутствие жилетов спасательных, переоценка своих физических возможностей, попытки переплыть реки, водоемы. Плюс несанкционированные пляжи, которые почему-то так манят большое количество жителей региона. Территория Гомельской области достаточно сильно обводнена. И по территории Гомельской области протекают самые крупные реки Беларуси, такие как Припять, Днепр, СОЖ. Естественно, их общая длина только по территории Гомельской области около тысячи километров. Это не считая озер и различных водоемов. Везде поставить посты освода невозможно. Уследить за каждым невозможно. И те граждане, которые выбирают места отдыха, не предназначенные для купания, они рискуют своей жизнью, здоровьем. Ведь дно не обследовано. Там могут быть ямы, могут быть завалы, поваленные деревья, бытовой мусор, металл, стекло. Все, что угодно может быть. А самое главное, что в таких местах некому прийти на помощь и оказать необходимую помощь в случае чрезвычайной ситуации. И действительно, в этом плане обустроенные зоны отдыха выделяются не только, даже нисколько своим комфортом, а все-таки больше безопасностью. Рядом всегда спасатели. В Гомельской области действуют 15 спасательных станций, 13 постоянно действующих постов и 10 сезонных постов, на которых несут дежурства наши спасатели, которые специально обучены методом спасания людей на воде, оказания доврачебной помощи. Оснащены станции и посты всем необходимым оборудованием. Спасательными, плавательными средствами, водолазным снаряжением, техникой. То есть, выбирая для отдыха официальные пляжи, где есть спасатели-освод, вы можете быть уверены, что в любую секунду к вам придут на помощь. И главный показатель нашей работы – это то, что в течение уже более пяти лет на территории Гомельской области не допущено утоплений в зоне действия спасательных станций и постов. Что ж, спасибо большое вам и вашим коллегам. Спасибо за это интервью. Успехов в делах и до встречи в эфире. Вот уже почти две недели Гомельская центральная городская поликлиника открыта для посетителей. Один из самых масштабных проектов здравоохранения. Для города это действительно долгожданный подарок. Теперь гомельчане с гордостью могут сказать – такая поликлиника есть только у нас. Почему? Материал Николая Скинтияна. Новая поликлиника уникальна не только в масштабах региона, но и всей страны. Ее особенность в мощнейшей технической базе. Впервые в Беларуси учреждение первичного звена так насыщено оборудованием, причем самым современным. Все возможности, которыми обладали лишь крупные медицинские центры, теперь доступны пациентам городской поликлиники. В первую очередь речь о высочайшем уровне диагностики. Рентгеновское отделение предлагает пациентам самый широкий спектр исследований. Его же мчужина – компьютерный томограф на 64 среза. Кстати, отечественного производства. Такие сканеры обладают высокой скоростью и точностью. Они позволяют сделать исключительно четкие изображения, даже самых мелких деталей. В новой поликлинике можно сдать абсолютно любой анализ. Лаборатории учреждения оснастили роботизированными анализаторами. Они проводят более тысячи исследований в час. Процесс полностью автоматизирован, точность техники высочайшая. Один из важнейших принципов работы поликлиники – не пациент к аппарату, а аппарат к пациенту. В арсенале медиков – портативный УЗИ-аппарат. Еще одно ноу-хау – мобильный кардиограф. На вид очень напоминает смартфон. Оказалось, он действительно разработан на основе системы Android. При помощи плиту зарегистрируется кардиограмма пациента. В дальнейшем, когда нас все устраивает, мы распечатываем сразу непосредственно у постели пациента кардиограмму. Ну и делаем заключение, оказывая непосредственную помощь. Гомельская центральная городская поликлиника – это множество структурных подразделений разного профиля. Здесь помогут посетителю с любым недугом. И что немаловажно, помощь распространяется не только на жителей близлежащих микрорайонов. Данное учреждение в равной степени предназначено как для обслуживания территориального населения новостроек. Это идея, которая была изначально заложена в проектировании и в планировании данного учреждения. Но в последующем стало понятно и ясно, что очень важна концентрация кадрового ресурса, а также не распыление, а концентрация в одном месте мощной диагностической базы. Что позволено на базе данного учреждения в том числе сформировать и организовать работу центров коллективного пользования для всех жителей города Гомеля и Гомельского района. К услугам пациентов города и района 9 центров, каждый со своей изюминкой. У аториноларинголога уникальный онлайн-микроскоп, который позволяет досконально осмотреть органы слуха и даже выявить злокачественное новообразование на ранних стадиях. Также здесь есть сурдокамера, единственная в нашем регионе. Городской центр патологии шейки матки оснащен гинекологическим комбайном. Устройство поможет безболезненно, а главное максимально точно исследовать женский организм. Гордость учреждения – отделение медицинской реабилитации и физиотерапии. Оно позволит провести полный курс реабилитации пациентам после травм, инсультов с неврологическими патологиями. В распоряжении отделения – группа аппаратов Кинетек для разработки суставов. Таких нет ни в одной поликлинике страны. Задается на мониторе определенная частота, с которой конечность будет ротироваться. Здесь ротация, сгибание, разгибание в суставе производится с ротацией. То есть, помимо того, что она сгибается, она еще ротируется. Государственная политика в области здравоохранения ставит в приоритет учреждение первичного звена. Глобальная цель – установить в каждой центральной районной поликлинике страны компьютерные томографы. Гобель стал первым городом, прошедшим столь крупную медицинскую модернизацию. Восемь этажей и 15 тысяч квадратных метров площади. Передовые технологии и уникальные разработки. Более 26 миллионов рублей, потраченных на осуществление одного из крупнейших проектов белорусского здравоохранения. Гобельчане убедились – годы ожидания были не напрасны. Николай Скинтиян, Сергей Лукашук, Новости недели. И на этом у меня все. Мы встретимся в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. Спасибо за внимание и до свидания.